Здравствуйте! Помните у Федора Ивановича Тютчева? Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Вот именно в этот самый период мы и приехали в храм великомученицы Марины, что в Бице. Это совсем недалеко от Москвы. Это удивительный, замечательный храм. Здесь мы не в первый раз, но, как говорится, душа так радостно влекома. Здесь молодой настоятель нас радостно встречает, поэтому мы и стали часто сюда приезжать. Ну и, конечно же, вы узнаете про храм с единственным таким посвящением в Русской Православной Церкви. И обязательно в нашей программе будет рецепт. Добрый день, Наташа! Мы опять встречаемся с вами в храме, в трапезной, да, храма великомученицы Марины. Это недалеко от Москвы, в Бице. Скажите, пожалуйста, вы же наблюдали весь процесс и строительства, и возведения, и уже жизни, как бы, этого прихода несколько лет. Вот как вы можете характеризовать, может быть, какими-то эпитетами прилагательными, какой этот храм и какой это приход? Я думаю, что здесь самые стойкие люди, потому что много людей, им просто пришлось уехать вот из-за стройки. Это были прихожане поселка Бицы, но, тем не менее, они переехали в другие, так сказать, места, районы, даже и города, и они все равно приходят в этот храм. Они очень стойкие и верные. Это, вот, наверное, один из эпитетов. И здесь, конечно, вот райское место посреди, конечно, такого, ну, стройки, это мягко, если сказать. Когда грязно очень, то люди приходят сюда и, опять же, уважают труд людей, которые работают в храме, приходят в бахилах или какие-то пакеты надевают вот по этой грязи, потом снимают, чтобы в чистой обуви прийти и поставить на службе. И, несмотря ни на что, каждый раз мы думаем, наверное, никто не придет, потому что такая распутница, просто даже маршрутки вязнут. И все равно, вот, народ идет и, значит, притягивает наш храм людей к себе. И здесь очень красивые службы, очень хорошо поют, и очень обстановка доброжелательная. Но вы всегда, вот, вся ваша жизнь связана с питанием, пищей, да? Вот что значит накормить человека? Накормить человека, это значит все-таки учесть его предпочтение, чтобы он остался доволен тем, что ему предлагают те или иные блюда. Поэтому надо, ну, как-то немножко хотя бы знать того человека, которому ты готовишь угощение. А если просто вот каждый день это не угощение? Ну, не знаю, есть, наверное, какие-то беспроигрышные варианты, которые надо иметь, наверное, всегда у себя на столе или в холодильнике, чтобы вот к тебе нагрянули гости, и ты быстренько раз и подготовился. Ну, вот как раз о быстрых рецептах мы сегодня с вами будем разговаривать. И время очень стремительно и быстрое. И когда вот возраст получается, мне кажется, еще какое-то ускорение добавляется, что ты не замечаешь уже, зима пролетает, пост. И мы с вами накануне вербного воскресенья, когда опять же можно рыбу. И сегодня мы будем что готовить? Вот такой ваш быстрый рецепт. Да, рецепт действительно быстрый. Это будут пирожки из слоеного теста с рыбной начинкой. Мы уже подготовили слоеное тесто. Сейчас мы только покроем его для того, чтобы оно было более глянцевое. Покроем. Ну, скажите, что это из магазина обычное слоеное тесто, которое может лежать в холодильнике. В морозилке, да. В морозилке, да. Мы его смазываем жидкостью от горошка. Ну, то есть то, что банку открыли. Да, не выливаем ничего. Просто для того, чтобы у нас поверхность была глянцевая. Мы не смазываем яйцом, а смажем вот таким раствором, скажем так. Все, мы подготовили. Это очень простой рецепт. В принципе, справится даже ребенок. Пока отставляем в сторону и занимаемся начинкой. У нас уже подготовлена рыба. Это минтай. Мы его отделили от косточек и просто вот немножко так мелко нарезали. Вас я попрошу порезать укропчик и петрушечку. Добавляем сюда уже... Столько или поменьше, побольше? Нормально, да. И вот столько же петрушечки. Добавляем к этой рыбе морковку с луком, уже зажаренную. Пережарка, да, такая? Да, чтобы не тратить время. В принципе, такие заготовки можно даже иметь в холодильнике или в морозилке, чтобы они были под рукой. Достал, разморозил и использую. Еще петрушечки возьмем. Конечно. И мы начинаем это все перемешивать. И у нас есть наши прекрасные травы с солью с морской. Добавим немножечко соли и специи. Перемешиваем. И сейчас добавим зелень сюда. Вот скажите, такой период поста, как вы думаете, как вот обыденную жизнь? Очень сложно, мне кажется, иногда людям, которые живут в мегаполисах, которые много работают, сделать ее в тон, вот этим камертоном, чтобы была жизнь церковная, вот этот церковный календарь. Я думаю, что в данной ситуации как-то нас ведет Господь, потому что у меня у самой много было случаев, когда мне казалось, что я много чего не успею, если пойду в храм на службу, и в итоге получал, что я ничего и не успевала. А когда привыкаешь к какому-то определенному ритму жизни, да, вот этому церковному календарю, посещение служб, и время по-другому идет. И ты успеваешь гораздо больше, и как-то и сил больше, и настроение другое. Господь ведет нас, и мы как овечки ведемся и радуемся жизни. И все наши дела, они, ну, я бы сказала, такие, как бы освещенные, что ли, именно вот с милостью Божьей. Ну, это же понимание не сразу пришло. Нет, конечно, нет, к этому я шла лично 20 лет. Далеко это не сразу, и сначала кажется, что да просто так совпало, да ну не может быть. И потом понимаешь, что только так и надо жить. Вот, прекрасно. Добавляем сюда зелень нашу нарезанную. И помидорчики, буквально вот два помидорчика порежьте на четыре части, и мы ими украсим сверху наши пирожки. Поскольку тесто дрожжевое, мы сейчас на него разложим начинку, и оно еще немножечко у нас будет подходить в теплом месте. Ну, скажите, вот принцип вашей готовки, каков он? Ну, вообще, у меня творческий подход. Мне всегда хочется что-то попробовать новенькое. То, чего я никогда еще раньше до этого не готовила. Бывает, да, и у подруг что-то там подсматриваю, у родственников, или где-то в ресторане иногда смотришь, какой-то интересный момент. А я думала, простота, быстрота. Это, конечно, тоже учитывается фактор. Итак, мы на наши тестовые заготовочки в самый центр кладем буквально по ложечке маленькой. Нет, мы вот просто, чтобы удобнее было вот так вот раскладывать. Так вот, чтобы это была такая горочка. То есть они открытые, что ли, будут? Конечно, да, это совершенно простой, абсолютный рецепт. И на каждую вот эту заготовку мы сверху кладем помидорчик. Это просто для красоты. Все. И отправляем на расстойку, чтобы наше тесто поднялось в теплое место. Вот такая заготовочка. Наши тестовые заготовочки подошли. Поднялись. Да, поднялись. Расстоялись, можно еще сказать. Мы их отправляем тоже на 180 градусов в духовку. И будем выпекать до готовности тесто. Пока наши необычные пироги в микроволновке, мы решили осмотреться и зайти в храм великомученицы Марины. Там, к своей неожиданности, мы застали отца-настоятеля этого храма, отец Павел Крысанов. Именно он молодой священник. И при его непосредственном участии возводился этот прекрасный храм и замечательный приход, который удалось собрать батюшки. Мне иногда кажется, что если бы Спаситель появился сейчас, все бы было бы то же самое. Мир не меняется, и человек все равно, как бы, мир лежит по грехе. Действительно. И так же мы будем кричать о стремлении. Действительно, надо всегда, наверное, себя проверять, чего же я хочу от Господа, того ли, что Он готов мне предложить, а именно такую тихую, смиренную, полную терпение, радость, или что-то я от него хочу, может быть, другого. И, конечно, праздник Входа Господнего в Иерусалима – это праздник со слезами на глазах, и прежде всего со слезами на глазах Господа, который, слыша вот эти приветствия, понимает, что через несколько буквально дней эти приветствия сменятся другими возгласами. Но при всем при этом Он продолжает действовать. Он не бросает дело спасения наших душ, Он не говорит, что «ах, так, значит, не буду я ничего для вас делать, раз вы ничего не понимаете». Он все равно продолжает дело нашего спасения и доводит его до конца, потому что нас любит. Храм небольшой, красивый, находится среди огромной стройки, но все равно достоин внимания. Особенно много, напоминаем, в этом храме Марин, Маргарит, и вообще женщины любят сюда приезжать. Благо, недалеко от Москвы и ходит электричка, где можно доехать, и вы встретитесь с потрясающим местом, удивительным маленьким садиком, устроенным с такой любовью. Но и так нам пора возвращаться к нашим рыбным пирогам, которые мы готовили, опять же, напоминаем, в микроволновке. Мы любим микроволновки с функцией духовки. Они нам экономят место. Время. Время, да. Ну и даже наши деньги, потому что так нам пришлось два прибора покупать, а здесь мы одним управляемся. Можно и без плиты. Но много вот можно блюд приготовить в микроволновке с функцией духовки? Все, которые мы готовим на плите. Вот на плите мы не все можем готовить, нам нужна духовка. А в микроволновке мы можем приготовить любое блюдо, которое мы готовим на плите и в духовке. Наши пирожки готовы. Достаем их из духовки. Правда, поднялись. Ну, то есть вообще можно положить любую начинку. Конечно, конечно. Теперь мы их выкладываем на тарелочку и подаем к столу. И напоследок несколько слов, Наташа. Ну, всем желаю здоровья, счастья и, конечно же, приглашаем в наш любимый храм Святой Марины. Наша программа закончилась, но не заканчиваются наши жизни и истории. И так что через неделю до встречи, где будет новое место и новый рецепт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова